Продолжается и продолжается, 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 вот... Татьяка, когда и продолжается? Вам уже надоело? Она продолжается и продолжается, продолжается... Пацаны и пацаны, все родные, всем доброго, привет! Что видят только хардкорные игроки? Ты такой, я не знаю, давай, короче, смотреть, я не знаю, что они видят, не видят. Казуальщики, хардкорщики, вот это всё, булджать, новый видос, ссылочка вышла, ссылочка вышла, ссылочка вышла, вошла, короче, видос новый вышел. ссылочка на оригинал внизу с тебя пальчикованьском огромное спасибо ребята всем кто не забывает проставляет комментарии пишите естественно чем больше тем лучше и подписывайся и организуйте дзынь-дзынь с бобинцами ссылочка на телеграм который существует в этой вселенной внизу так что буду рад тебя там видеть телеграме все что в ней youtube естественно доп контент и все такое все давай смотреть поехали между хардкорными и казуальными игроками всегда будет гигантская пропасть это типа хардкорщик такой да все остальные казуалы или наоборот они всегда будут друг друга ненавидеть хардкорщики испокон веков вытесняет казуал так ну то что произошло у нас на экране мне придется так что это самое да там вообще какая-то дичь любой видеоигры где есть соревновательный элемент будет как пинбол или супер смеш брос а казуалы и без того любят мигрировать из одной игры в другую сбиваться в стаи и скупать и они видят разработчики издатели хотят две эти группы помирить вступая в дискуссии по поводу низ не получится не пол они мыслят по-разному у них прям база максимально разная их уровне сложности и создавая игры доступные для всех но я не думаю что это хоть как-то поможет сам подход к развлечению и игровой опыт у этих групп людей кардинально разные игровые студии все же не бросают попыток уравнять экспириенс людей чтобы все все могли увидеть но есть вещи которые казуалом не видать которые не купишь и не получишь просто да вот это вот вот это вот извращением дсм умноженное на 100 миллиардов частиц еще одного бсм и извращение все это в оболочке еще дополнительных извращений вот этого это далеко не каждому не далеко не каждому дано понять зачем вообще допустим каким соус игрушечки играть такова для чего это надо то пройдя игру вещи явления которые могут увидеть и ощутить только самые хардкорные игроки об этом сегодня поговорим составлю вам компанию за трапезным столом ведь с вами был джать и он начинает и мы начинаем и ты начинаешь а тебе приятного ведь это кстати и мы начинаем стать космонавтом а вот это уже интеграция ребята интеграция попахивает ей я думаю я не ошибаюсь так что интеграция когда вышла элден ринг по народу услуг что там находится самый опасный опциональный босс в истории джей мне нравится больше модная человек паука недавнего который выходил это можно его поменять на сиджея прекрасно выглядит я думаю что в telegram кстати говоря скину отрывок который меня прям зацепил ребята захотелось захотелось этим модом паучка немножко поиграть и по имени моления которую невозможно пройти а вот как зуммеры придумали сироту коса сказали фанаты блатборн открывая пузырек с кровью можно долго выяснять какая часть и соул серии является самой сложной но один только верно первое дает блатборну плюс 10 крейтингу этот печально известный босс поселился в памяти игроков по множеству вот честно сказать именно в эту игрушечку не играл то есть не играл в эту игрушечку не играл иных первую часть и все наверное так его появление омерзительно он сражается пульсирующей плацентой и плевать он хотел на такие понятия как баланс веселья и пощады и чувство так чтобы до него добраться приходилось во-первых купить dlc что уже отсеивало самых казуальных игроков но это как бы да это dlc покупка это еще один босс финансовый босс скажем так который ударит тебя не по здоровью по карману пройти его до самого конца и убить людвига еще одного дикого босса и вот появляется сирота обычный местный кослявый парень с бледной кожей который постоянно плачет кашляет и от меня наслышан наслышан что это просто пи***ц какой-то если честно вопит внешний вид может и внушает тревогу но явно не опасения после криво шитой собаки или чем там был людвиг сирота коса кажется боссом потребующий две тревоги шитая собака мне нравится как это звучит и как вы понимаете это совершенно не так сирота коса подтверждает теорию соус игр если босс выглядит как огромная демоническая пока занимающая пол экрана то значит это легкий противник но если босс выглядит как человек просто сдайся его тебе не победить или как туда дай как человек как обычный мужик с мечом или типа того все реально выключаю удаляй и забей разработчики видимо решили проверить скиллы и нервы фанатов на максимум просто создав чудовище из частей самых бесячих противников соус игр пирота коса ультимативен он быстро любит постоянно прыгать гнетущая локация да в рамках которой все это происходит прыгать отскакивать крутить вокруг себя плаценту которая очень сильно бьет а плацент у него много выпады подкидывать стагерить кидать всякое дерьмо бить сплэш атаками тайминги хуйну ловишь и это только первая фаза а сколько их ненавижу эту историю с возьми к ты не знаешь ты вот типа ну первый раз пришел первый раз скажем так первый класс да где ты сейчас сирота коса будет в жопу и ты не знаешь сколько у него даже посты вот миллиард часов тратишь на первую потом наступает вторая и если там еще есть третье они все разные это даже это даже вот об этом думать даже больно я не знаю об этом даже думать будет за вообще забейте если сумеете просто удержать его в поле зрения то вы уже молодец потому что он носится как сумасшедший тгд к малене с ним и рядом не стояла ее спас но видишь какой прикол когда ты побеждаешь ну как бы в итоге до этого босса все становится намного проще теперь ты как бы знаешь все эти паттерны все такое и там же всегда дело во всяких этих паттернах и таймингах как так вы просто соблюдаешь все как есть и понимаешь что вот на это ты потратил стук но внутри где-то есть чувство удовлетворения дал только вечный отхил а представьте что сиротой происходит на нг 6 плюс люди либо сами в горы уходили к монахам либо псих диспансер насильно если вы забили сироту коса честно вы фанат блатборна вы хардкорный геймер без можно не честно вы вошли в 40 процентов людей которые этого босса прошли 40 процентов хотя многие научились его чизить через пистолет запуская бесконечный цикл одной и конечно же каждый фанат знает как его без проблем ваншотнуть жду гайда в комментариях в любом случае победа над сиротой это честь а награда которая с него выпадает очень ценно вы получите паразит коса уникальное оружие которое с руной молочай принимает свою истинную форму превращает вас в тоническое чудовище с кучей щупалец очень круто выиграл что вы теперь круто выглядите вы обладаете кучей тайных приемов которые наносят значительный урон на приличном расстоянии щупальцами или бьют по площади магии зайдя с паразитом в пвп вы это всем дают или тут есть какой-то процент выпадения же пока представь есть в процессе ты ебал этого и но сироту пойми сколько а в итоге тебе даже ничего не выпало и всем кто тут настоящий геймер а выглядит более что против игроков щупальца работают даже лучше деморализуют и не дают понять точный рейндж атаки уверен многие захотели паразит коса себе в инвентарь вот только забирают его самые лучшие оружие за скилл это конечно хорошо но как насчет ощущение всесильности в качестве приза я обожаю концовки классических хитманов как раз за это вот этот переходичка ты десятки часов прятался переодевался аккуратно складывал тела по шкафам как мама учила и постоянно нервничал что тебя услышат и заметят и в самом конце тебе прям раз башалова начинается да 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 говорят чел развлекайся вот тебе арсенал вот тебе куча патронов куча людей никаких штрафов шуми сколько хочешь оставляй тела прям здесь на улице забей 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 это потом уберут там специальные люди платят потом берут потом мы сами заберем просто наслаждайся вседозволенностью меня дважды просить было не надо порой очень приятно просто отключить мозг и делать самые примитивные вещи особенно когда тебе позволяют это были прекрасные моменты ты чувствовал как расслаблялись мышцы в твоем теле но есть какой-то но нервная система выдыхала я еще думал что ни одна игра на свете не сможет подарить такие же эмоции я просто ничего не знал про заявил визин я я бы растекся от удовольствия и расслабления в этой игре словил бы какой-нибудь экстаз но я не буду пробовать простите я не сумасшедший цена за такое расслабление слишком высока заявил визин максимально некомфортная для меня игра не страшная а именно некомфортная она была вязкой 2 и медленной герой выдыхался за 2 секунды бега патронов и спичек было так мало что им можно было давать имена и каждую минуту ты попадал какой-нибудь бассейн или типа того мне очень часто хотелось выключить заявил визин чтобы в комнате стало менее душно игра тебе скидывает парочку зомбаков и ты понимаешь что придется мансить их минут пять лишь бы не тратить патрон а теперь представь ну это типа резидент evil определение resident evil все то же самое только теперь врагов не 2 а 4 они жирнее появляются в неожиданных местах и вам не нужно считать патроны жизни потому что у вас их нет представили а это просто кошмарная сложность в игре буквально каждый ресурс каждый выстрел будет на вес не вот не знаю у меня какой взгляд есть смысл вот этим всем извинчинством заниматься конечно целом если ты любитель скажем так любители имеются можно этим заниматься но вот когда ты в первый раз какую-то игрушечку играешь мне кажется это вообще неправильно это ощущение правильно ну то есть сначала надо вот прям как casual пройти но выбрать какую сложность конечно повыше там ну среднюю как минимум как минимум средне до выбрать вот это как казуал пройти на средних поединок средний тоже не казвал но в любом случае пройти получить удовольствие скажем так от сюжета мать мультики геймплей немножко ты до всего да и прочее 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 но сейчас речь не про soul игра потому что там такого нет но вот выбрал прошел все получил кайфа рик получил кайфа рик а вот дальше уже можно так сказать вы растягивать и запихивать туда самый сложный уровень или чем там какие дикие уровни сложности которые есть вот тогда уже есть смысл ты уже как бы кайф получил да и хватит им пора страдать типа того от этой игрушки конкретно а вот самого начала я не представляю конечно наверное есть люди которые прям сразу ставят но тоже под вопросом они они прямо получается самого начала получают какой-то уже немного другой немножко нездоровый кайф от всего происходящего но если получает то почему бы нет для них дороги чка с противником будет добавлять пару седых волос ваше прохождение может просто закончится если вопрос вот этого чаленде вызова до который есть если он тебя развлекает не знаю ты получаешь кайф именно от того что он вот такой ты из раза в раз пытаешься потом получаешь то что у тебя удалось допустим пройти какой-то уровень и такой и вот это вот все но только на максимально сложных уровнях сложности ну окей ладно дело твое я конечно такого не понимаю вы случайно попали к боссу с недостаточным количеством вооружения и если вдруг вам этого недостаточно или вам показалось это слишком легким во-первых отойдите на меня с вами страшно а во-вторых вы можете включить сложность акул такая вылезла из-под пола где все тоже самое только теперь любое ранение отправляет вас в самое начало вот именно так выглядит настоящий не конечно феерический мне дохуй не не понимаю но смысл какого но ты никогда не пройдешь ты в итоге ну пройдешь конечно но кажется вокруг людей проходящих хавил визин на акуме нельзя создавать громких звуков иначе у них сердце остановится от переживания дайте им спокойно пройти это просто наградой за их нервный тик и дрожащие руки окажется обычный кастет показаться что кастя это такой себе сувенир за такой подожди это может какой-то необычный все таки дело лучше бы дали какую-нибудь пушку там не нет пару патрончиков я думаю пушка бы так не сработало видите ли кастет наносит столько урона по противникам что большинство из них умирает с одного удара так это не просто тогда кастет и не просто умирает а взрывается мясным фонтаном это не только красиво но и полезно ведь зомби это шикарно но с другой стороны знаешь типа если сложить вот допустим то время которое ты потратишь на то чтобы получить этот кастет это и то время за который допустим вообще всю игрушечку могу пройти без этого кастета на нормальном уровне на нормальном уровне сложности что то есть такое ощущение как будто бы что-то на то не приходится не покрывает понимаешь что как будто бы ты быстрее пройдешь саму игрушечку чем получишь самый кастет если так то это конечно странно и в этой игре не умирают до конца если не сжечь их или не взорвать голову а тут а еще мне кажется имея на руках такой кастет неинтересно становится играть вот это к так слову что допустим ты получил в середине игрушечки такой кастет который допустим всех убивает с первого раза ну а в чем интерес дальше ну да ну ходишь ты бьешь этим кастетом это же как-то не знает делает весь ямплей унылым ново удара вы устраиваете фаталити всей локации привет экономите кучу патронов даже на бумаге кастет выглядит максимально имбовым и плата в виде прохождения evil vision на кошмаре уже не кажется такой уж большой но пример зачем зачем я вот реально я вот этого не понимаю например со своей стороны своей точки зрения не понимаю зачем вот такой кастет нужен если он что он дает он для чего нужен он же не то что не делает интереснее эту игрушечку наоборот как будто бы делает ее максимально простой ходишь бьешь всех этих кастетом убиваешь с первый раз очень интересно это не знаю эти свою ногу к стулу чтобы она не дергалась но зато какой кастет мне кажется каждый кто прошел evil vision на высочайшей сложности тут же бежали с кастетом в новую игру чтобы просто расслабиться ну конечно вы наконец-то но ловите веселье в этом симуляторе стресса игроки мне кажется добиваться только с этой целью но я не представляю что можно взять и допустим прям с этим кастетом реально самого начала до самого конца прям пройти потому что ну в какой-то момент тебя заедет какой-то момент тебя заедет но ты получишь уже дозу удовольствия вот это вот росла расслабление которое хотел получить и вряд ли она будет длиться прямо до конца игрушечки со просветление в этот момент высочайшая награда за хардкорность как по мне звучит конечно заманчиво но я это проверять не буду не надо готов тратить полтора месяца чтобы просто это пройти и это ребят спать еще не надо плюс сон статья потерянном времени у каждого есть такая игра на которую смотришь и думаешь это очень крутая игра шикарная игра мне хочется ее пройти я знаю что получу удовольствие от нее но я не буду играть давайте не сейчас ладно давайте потом сейчас дела знаете погода не та ретроградный меркурий бликует в монитор пусть эта игра полежит библиотеке steam она стоится и если я не умру то без проблем в нее сыграю что конкретно происходит на экране мне придется пол экрана блять цензурить я не знаю как это работает но это может случиться с любой игрой у меня так с мир автомата и больно от этого почему именно ее мой мозг поймал психологическую ловушку мир автомату создал но есть у меня пара догадок я видел как выглядит оттуда персонажей вот это вот все есть пара догадок хищный чупа-чупс я обязан это пройти я обязан это любить но похоже что я не прошел бы эту игру даже будь у меня все время мира потому что мне кажется его бы все равно не хватило ни для кого не секрет что мир автомата это странная игра буквально троллинг вышедший из-под контроля и в ней слишком много всего уже на первом уровне есть шут и мап раненган слэшер и огромный босс об которой я вот этого не знал так что горит ни для кого не секрет для меня секрет рова некоторые ломали зубы и это мы еще даже до самой игры не дошли которая на самом-то деле g rpg с огромным миром где олени это оружие массового уничтожения просто пройти мир автомата и увидеть ее финал это уже для хардкорных игроков и я типа даже не преувеличу это достижение походу же ее катара понимаете этот человек решил ради прикола сделать таймлайн длиной в десятки тысяч лет с летающими божественными младенцами поэтому не удивляйтесь что первые финальные титры в игре япония все нормально в пределах нормального всего лишь завершение 12 часового пролога игра жирно так намекает что надо бы наверно запустить игру во второй раз взятого контроль другого персонажа после вторых титров возможно стоит пройти игру еще разочек ради философских идей заложенных в эту игру а в этом прохождении но если тебе не хватило этих философских идей в первый раз туда можно будет понять о чем говорилось в первых двух пятое прохождение поможет понять 7 не я там виды ребята открываются в этой игрушечке не ну это я точно за цензуре конечно но теперь ну теперь я сто процентов уверен почему мозг был джать именно эту игрушечку и выбрал господи какие вопросы вообще могут быть прохождение еще не сделал ты уже наиграл сотню часов титры ты знаешь наизусть непропускаемый туториал убивает последние нервы и вроде бы уже все понятно все открыто так что игра вроде бы полностью пройден ров даже сама логика подсказывает что 7 прохождений должно быть более чем все в колготках ходит да то есть это какой-то местный прикол там достаточно но йокатара так не считает в игре 26 концовок чтобы найти большую часть из них придется искать подсказки в сообщениях обязательно проходить необязательные мини игры правильно отвечать на вопросы о жизни смерти и существование и если вы уже 7 раз в 7 раз будете это делать хотя бы ради того чтобы открыть знает для меня это просто дикое количество истинный финал и оставить сообщение другим игрокам которые хотя вот ты сейчас смотришь и такой 7 раз летят дико я понимаю что многие по много раз и игрушечки перепро там перепроходит и все такое но у меня как-то такой привычки никогда не было и нет и видимо не будет то есть как бы с фильмами сериалами я могу понять а вот именно с игрушечками как-то вообще сложно никак не могут до этого финала добраться и это реальная функция в этой игре йокатара тролль миллионного уровня его работы становятся предметом поклонения для многих фанатов и искателей с на он типа вот всегда вот в этом ходит или что ли в чем прикол мысла хотя он даже не скрывает того что просто ровлет над игроками делая каноном смерть дракона от японского истребителя и создавая вселенную которая даст прикурить библия если у вас появились вопросы не переживайте это как раз да не 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 вопросов так много что я просто скажу что их не появилось то что объединяет фанатов этой серии игр даже открыв все 26 концовок мир автомата вы не будете удовлетворены потому что для полного понимания происходящего вам придется изучить 10 тысяч лет лора театральные постановки и целый ворох игры произвели я представляю как сидишь такой в библиотеке знаешь этом целые книги целые прям стопки и ты изучаешь 10 тысяч лет лора и не чтобы узнать что события мир автомата произошли в том числе из-за того что американская ядерная бомба превратила большую часть земли в агрессивную соль даже используя интернет разобраться во всем море мира и драгенгарда невероятно сложно в это надо играть просто бы в это играть надо быть фанатом это пацан справа что ли такой или чё я чуть понять могу как будто бы по лицу да а по они по лицу нет а там причем максимально предан то есть ладно немного отошел тем как минимум надо знать как снять юбку стубе без модулей что весьма взрывоопасно это уж надо бы же символизм понимаете ведь только убрав все мешающие вот это же все мешающие в первую одежду тебя она мешает став боевым сипом игры можно увидеть насколько глубоко таинственно и оригинально это трясина под названием мир и драгенгард вы даже представить не можете сколько вы пропустили вещей и событий если прошли игру всего лишь три раза прошедший игру вдоль и поперёк сходится во мнении что они не видели всего например три раза меньше года назад один фанат нашел якобы по детства начинать это знаете как спортом к занимаются типа с детства надо начинать если фигурным катанием занимаешься занимайся с детства начинать только так если пианисту нужно с детства вот тут тоже самое если начинаешь проходить не автомат начинать с детства вот с детства начинать 18 годиком полностью познаешь последний секрет запрятанный и и кота и чтобы его найти человеку пришлось залезть движок случайно обратить внимание на непонятную строчку символов провести реинжиниринг и выяснить что эти символы обозначают чит-код сразу переносящий вас в один из финалов и срабатывал только в одном конкретном месте прямо между этими бочками в любом другом месте во всей остальной игре этот чит-код не работает но это уже такое это больше приколка вот настолько здесь много всяких секретов отсылок и в целом инфы поэтому неудивительно что многие сомневаются что увидели и поняли в игре все уверенно можно сказать одно йокатара нашел свою аудиторию его безумные сюжеты издевающиеся над игроком и деконструирующий само понятие видеоигр привлекает точно таких же поехавших которые упорно пытаются забраться в голову японского гейм-дизайнера а снимает снимает ребят все намеки и отсылки и наконец-то докопаться до сути и в этом же ну как-то жутенько это выглядело конечно плане ярые фанаты работ йокатара довольно похожи на фанатов хейдис хотя скорее всего это одни и те же люди которые приходят просто побить аида отдыхает многослойной билиберды про соль андроидов и избирательный каннибализм схожесть заключается в том что и в нир и в хейдис сюжет приходится выдавливать порционно своими действиями и собирать полную картину по маленьким кусочкам на что уйдет не одна сотня часов и скорее всего никто еще не пожалел о потраченном времени не одни и катара удивляют потому что он безумный японец который об этом знает и все . история хейдис удивляет потому что она есть в игре сюжеты в роллайках никогда не были тем за что любят этот жанр история там обычно дает небольшую завязку причину почему мы бесконечно проходим одни и те же уровни потом любое сюжетное наполнение пропадает часов на 200 и появляется после победы над финальным боссом буквально на 5 секунд великолепной история в руглайке считается то которая дает нам небольшие намеки и отсылки раз 50 часов чтобы фанаты смогли выстроить свою версию событий а разработчики могли не платить сценаристу оптимально раз 50 часов но вот вышла хейдис и теперь вообще непонятно как играть в рогалики без сюжета история хейдис не играл полностью пересказывает миф о персифоне делая его более личным и глубоким но главным ее достоинством является то что на дает ощущение постоянного движения вперед сценарист этой игры похоже написали мото же японцы на миллион диалоговых строк для всех персонажей потому что они постоянно что-то говорят и почти никогда не повторяются вы можете не продвинуться не на поле не задеть ни один сюжетный триггер не сделать ничего важного и аппетит все равно кто-то будет на фоне до буднично умереть десяток раз об одного и того же босса но именно это станет темой для разговора с один из персонажей он пошутит что вы как ох погибли на шипах или даст совет как победить врага от которого вы только что умерли такого даже у больших игр нет а тут в рогалики почти после каждого троя меняются диалоги и это не учену больших играх все-таки больше ресурсов уходит на другое все остальное ты вы что с каждым писать но это прям очень круто это прям круто она же можно улучшать отношения через общение подарки что открывает новые диалоги и даже квесты история хэйди сглаживает самую большую проблему рогаликов однообразность сколько бы там комбинации предметов и комнат не со вообще звучит как будто бы это какой-то даже какой-то момент и про и заучишь все наизусть и даже начнешь предсказывать появление врагов и расположение комнат что становится дико скучным и бессмысленным и дис в этом плане не исключение но вот как раз реагирующий на буквально каждый ваш промах или достижения персонажа напоминает тебе что все не просто то все живое живности добавляет самое главное ничего не стоит на месте все развивается и ты должен продолжать пытаться двигаться дальше звучит очень здорово даже революционно для жанра roguelike но но это не значит что большинство игроков действительно будут продолжать многие игроки так и не увидели финал истории хэйдис даже на ютубе потому что не у каждого есть только терпение чтобы вы не делали история продолж Qddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddpdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd Первые часов 20-30 минимум у вас уйдет только на то, чтобы добраться до финального босса Аида и попытаться его убить, что вообще непросто, учитывая его три полоски жизни и отеческие лещи, выбивающие все дерьмо. И если вам повезло, а иначе победить Аида в первый раз почти невозможно, вам может показаться, что вы наконец-то прошли игру. На это очень многое намекает. Поражение самого главного босса, ваше долгожданное бегство из зада. Главный герой впервые в жизни видит рассвет, что можно считать дохрена метафорой, и в конце концов он достигает самого главного, находит свою мать Персифону. Ну и как бы классно, да, хэппи-энд, там здорово все, а вот и нет, никакой это не конец, это начало. Главный герой не может существовать в мире живых, и умирая зовет свою мать в преисподнюю. Но из-за очень сложных божественных отношений и кучи старых обид, это же все-таки греческая мифология, Персифона сомневается в переезде. И теперь вам всего лишь нужно несколько раз с ней поговорить и убедить ее вернуться в семью. А для этого вам нужно... А для этого вам бы игрушечку пройти. ...нужно пройти игру еще 10 раз. 10? 10 раз? Еще целых 10 раз вам нужно начать все заново, пройти с самого дна преисподней до поверхности, прорваться сквозь все регионы и противников, и еще 9 раз вам нужно сразиться с Саидом, который, несмотря на поражение, не собирается выпускать вас из ада. И логично, что... Да тут просто до истерики может дойти. ...то весь этот процесс проще не становится. Проще не делать. Я думал он сейчас скажет. Игроки его даже скорее всего усложнят ради новых наград. И допустим, ладно, у вас все получилось. Вы вернули Персифону домой, потратили... Не-не-не-не-не... Персифон, сиди, сиди там, сама разберешься. ...силы времени, полны воодушевления. Как вы считаете, дошли ли вы до финала? Нет, конечно! Из-за того, что Персифона теперь в аду, существует риск божественного б***ть апокалипсиса. Да, ты можешь закончить игру здесь и избавить себя от эпилога, но какой в этом смысл? История ощущает... Ты уже зашел слишком далеко. Все, пути обратно нет. ...незавершенный, надо добивать до конца. Но чтобы, наконец, увидеть истинный финал, вам нужно добиться максимального расположения большинства членов божественного пантеона, что невыполнимый челлендж. Потому что все подарки, все внимание, любовь вы отдавали дузе. И не говорите, что нет, потому что дузочка этого достойна. Красивейшие боги, дарующие вам суперсилы и помогающие вырваться из преисподней. Тьфу на них, пошли они нахрен. Летающая голова змеи с метелкой, которая стесняется главного героя так... То, что надо. ...сильно, что не может с ним даже поговорить. Лучшая, лучшая, весь никто... О, здесь ты такая милая, а не такая милая. Это может звучать как шутка, но на самом деле это же заги. Это уже перестало быть шуткой ровно сколько? 28 минут назад. Когда наступает необходимость расположения к себе всех богов, выясняется, что максимально расположена к вам только бесполезная для прохождения дуза. А богов нужно прокачивать чуть ли не с нуля. А для этого нужно искать подарки в забегах, перезапускать неудачный трай, надеяться, что конкретный бокс изволит к вам спуститься и повторять это необходимо много, много и много раз. Ну вот только в неё и играть, вот в эту игрушечку. Вот прям только в неё, блять, целый год и гибшить. Всё это звучит очень страшно и так и есть, но награда за хардкорную преданность игре очень приятна. Местный сюжет переполнен мелкими деталями и личными историями. Сценаристы не торопятся выкладывать всё на стол и раскрывать персонажей, и это... Ну это прям нужно очень сильно прям в это во все вовлечься, понимаешь? Это прям настолько надо в это погрузиться, что ты буквально, вот допустим, ну будем считать не какой-нибудь, да, человек, у которого очень много свободного времени. Например, у тебя свободное время, ну там типа дня, вечер, ночь в конце концов, не знаю. И ты вот буквально настолько должен быть в это погружён, что ты, наверное, не должен ни фильмов не смотреть, ни сериалов не смотреть, вообще ничего не делать, кроме как вот каждый вечер на протяжении, пойми какого времени, возможно, года даже, может даже больше. Вот прям садиться и часа 4-5 проводить каждый день вот за этой игрушечкой. Это, конечно, звучит очень жёстко, очень жёстко. Не знаю, как-то прям вообще диком. Ну с другой стороны, это как типа сериал смотреть, например, выбрал ты какой-нибудь сериал, у которого очень много сезонов, которые уже вышли. Это его на протяжении долгого времени, если у тебя ограниченное время каждый день, 4, допустим, часа, ну ты смотришь там по 4 серии. Настолько, конечно, долгих сериалов это ещё поискать, но можно найти сериал, у которых 20 сезонов, например. 20 сезонов, 20 серий в каждом сезоне. Ну и вот и считай, вот и считай, сколько ты это будешь смотреть. В принципе, то же самое. Из того же, из той же категории. Если вы поддаётесь бунтарскому духу главного героя, показываете средний палец Аиду, то через 50 часов наконец-то понимаете, что у Аида есть причины вести себя как последнее му**ло. И он здесь вовсе не злодей, а самый трагичный персонаж. Узнавать подобные детали сюжета в процессе невероятно увлекательно, даже если ты знаешь, что не увидишь завершения этой истории. Всё-таки решить проблемы целого пантеона богов. А это что такое, мультик выходил, да, по ней? Подняться из самого ада сотни раз, чтобы превратить его в рай и увидеть масштабный эпос, награда не для казуальных смертных. Хотя да, я... Не для казуальщиков. Блин, так в эту игрушечку же много людей играет. Это что вы хотите сказать, что ли? Получается, хочется сказать, что столько супер-неказуальщиков и жёстких ребят, которые в это играют. Потому что, ну, это же прям вроде такая, как бы, массовая, очень популярная игрушечка. Я понимаю, для некоторых может показаться странным создать рогалики ради сюжета, учитывая то, что в мире полно игроков, которые скипают диалоги в любом удобном случае. Ой, не, ну это что за тип такой? Это что за игроки такие? Не, ну ладно, если ты видел, уже это и читал. Но когда ты в первый раз пропускаешь все диалоги, ты вообще зачем, ты вообще, ты чем занимаешься? Чем ты занимаешься? Вы живёте вообще? Вы хоть туториал к своей жизни прочитали или тоже пропустили? Я вот тоже не понимаю. А как? Реально такие есть, которые просто всё подряд пропускают? А смысл какой тогда? В чём интерес? А он был вообще-то? Вот для таких ценителей чистого игрового процесса, как всегда, существует классика. The Bandico Fight, Мастодонт, Мессия, легенда рогаликов, побывавшая на большинстве компьютеров в мире. И по ощущениям... Эта, в которую я не играл, вообще не притрагивался, по-моему. В эту игру можно играть бесконечно. С момента своего выхода Айзек поражал количеством... Ну не знаю, я бы сказал, что всё-таки ругалики, но не моя какая-то прям история, в которой я кайфую. В игре была куча бонусов, куча персонажей со своими особенностями, куча предметов. Я такой, я из категории какожевальщиков. Ну как, полуказу, то есть в соус, допустим, ну по***, ну дел право, я скажем так, да? Вот, но в целом, в целом, мы из категории какожевальщиков, в котором нравится сюжетные игры, там, бегать, там, выбирать средний уровень сложности, ну, пройти там, может быть, походить там, посмотреть. Вот из этого разряда. А вот страдать в каждой игрушечке, ну не знаю, это кайф, конечно, отдельный, но иногда, особенно с возрастом, видишь, седина уже, как бы, да? Хочется просто, ребята, получать всё-таки удовольствие, а не чтоб тебя каждый раз в жу... бали. Ну вот как-то так. Меток, из которых можно было собрать самые разные билды, спрятанные боссы и локации, которые могли найтись совершенно случайно или после нескольких прохождений, и это только в базовой игре. Айзик со временем стал Скайримом от инди-игр, обзаведясь кучей версий, которые расширяли, улучшали и дополняли игровой процесс. И теперь в общей сложности в игре 547 предметов, каждый из которых тебе нужно либо найти, либо создать комбинируя другие предметы, либо добывая, выполняя непонятные бредовые условия. Выбивать это всё так долго и сложно, что 90% игроков не увидят и половины... Но там ведь есть сюжет, там ведь есть сюжет. Там, по-моему, то ли его мамка, то ли не мамка заперла в подвале, и вот эта вся дичь начала происходить. Там вообще настолько, на самом деле, жутенький, по-моему, сюжет. И есть какие-то даже прямо то ли анимации, то ли не анимации, мультики. Прям очень жутенько выглядящие, ну, по крайней мере, визуально. Так, святая карта. Святая карта. Самый труднодобываемый предмет в игре, доступный самым хардкорным игрокам. Чтобы добыть этот предмет, сначала вам нужно открыть персонажа потерянный. А для этого необходимо умереть в комнате жертвых отношений, имея при себе плакат о пропавшем без вести. Как вы догадаетесь об этом способе без интернета? Да никак. Только многолетнее испытывание удачи. И это лёгкий способ открыть персонажа. Потому что в ранней версии игры, потерянный открывался путём абсурднейшей цепочки действий. И четыре разных персонажа, которых тоже нужно было открыть. О, а это чё это было? Это чья была нога? Как раз мамки? Должны были умереть в четырёх разных локациях, от разных противников и разного типа урона. Причём все эти смерти должны были случиться подряд. И как я понял, на это почти ничего не намекало. Не знаю, на что надеялся Эдмуд Макмиллан, но вся эта... Ну на что он надеялся? Он же... В итоге же нашлись люди, которые это узнали как-то, испытали и дошли до этого. Вот на это он... Он на них и надеялся. Процедура была настолько невозможна, что они узнали лишь покопавшись в исходных файлах. Ну вот, видишь, кто-то всегда найдёт... Всегда найдётся тип, который блокнотиком откроет исходные файлы и всё прочитает. В любом случае, когда вы получите Потерянного, испытание только начнётся. За этого персонажа вам нужно будет убить Сумасшествие, которое, конечно же, является финальным боссом финальной главы где-то на 12 этаже подземелья. Проблема в том, что у Потерянного со старта нет здоровья и он не может его подбирать. То есть любое ранение во время всего забега для него является смертельным. По крайней мере, так было до определённой версии игры. Сейчас Потерянному дали святую мантию, которая поглощает один удар за комнатой. Ой, ну всё, уже не то. Погода это на самом деле особо не делает. Забег за Потерянного считается одним из самых сложнейших вайз. Да не, один удар, плюс-минус один удар, ну конечно он может быть решающим в целом, но плюс-минус один удар. Помимо того, что любая ошибка приводит к рестарту, так ещё и на вашей стороне должна быть вся удача человечества, чтобы найти нужные предметы. Ведь немалая часть из них становится просто бесполезными, а порой и смертельными. И если все звёзды на небе сошлись, и вы победите сумасшествие, то вы получите святую карту, которая работает... Победить сумасшествие, звучит конечно. ...точно так же, как и святая мантия, поглощает любой урон один раз за комнату. Вам может показаться, что награда не стоит усилий, но вам стоит знать, что до патчи святая карта работала один раз за забег. То есть, получив урон один раз, она исчезала навсегда. Так что не жалуйтесь, святая карта теперь хотя бы полезна и имеет смысл, как награда за проявление нечеловеческого скилла. Во многих других играх наград вообще нет. Точнее как... Максимк. Некоторые разработчики почему-то считают, что несправедливо сложные режимы уже являются призом для игрока. И это всегда травмирующий опыт. Ой, это полная хуйня. Типа, то есть... То есть, такие, типа... Ну вот тебе уровень сложности максимальный, ты конечно, когда его пройдёшь, ты ничего не получишь. Потому что, ну мы уже сделали его, понимаешь? Скажи спасибо. Спасибо, скажи. Скажи спасибо! Это интересный подход. Мгновение Нью-Йорка ещё с первой части Макса Пэйна был режимом не для всех, но с третьей части о нём стали ходить легенды. Если вы подумали, что в третьей части он какой-то не такой, то нет, он ничем не отличается от режима в прошлых частей. Да и непроходимым его назвать трудно. Проблемы вызывают лишь последние главы, которые обычно проходят на последних секундах. Более того, открыть платину на большинстве глав можно всего за 3-4 попытки, получив награду скины для мультиплеера. Так что же такого... В него вообще кто-то играет? ...особенного, спросите вы. Дело в том, что когда вы пройдёте мгновение Нью-Йорка, то вам станет доступна хардкорная версия этого режима. Ооо, ну здравствуйте. И как это заведено, если хардкорный режим делают ещё сложнее, значит туда просто добавили перманентную смену. Да, да. Это исчерпывающее описание. И это один из самых болезненных режимов в шутерах в принципе. Нормальные люди ненавидят миссии с таймером всей душой, а тут вся игра становится такой миссией и вам нельзя отдыхать. Поставить на паузу игру нельзя. Любой вылет, а Max Payne 3 любит это делать, особенно в наши дни, означает полный перезапуск челленджа. Отвлекаться определённо нельзя, любая ошибка приводит к смерти. И только владея спидранерскими навыками, вы сможете пройти игру за 2 часа. Если нет, то вам придётся провести за игрой в 2 раза больше времени, без перерыва. 4 часа? Без перерыва? Ну нет, 4 часа это мало, это нормально. При этом на третьем часу вы будете терять концентрацию, как раз на самых сложных финальных миссиях, где умереть можно за секунду. И потом всё сбрасывается и ты начинаешь с самого начала. Транерские навыки тут идут даже не бонусом, а обязательным навыком. Время в харкорном режиме можно копить. Если вы прошли главу максимально быстро, то оставшееся время не сбрасывается, а переносится в следующую главу. Профессионалы заканчивают с запасом в 40 минут, и кажется, что подобная механика облегчает весь процесс. Но как раз таки наоборот. Вам придётся трай-хардить первые уровни снова и снова, чтобы к середине игры у вас оставался запас времени на тактическое сидение по укрытиям. И не забудьте учесть, что Max Payne 3 куда насыщеннее и сложнее своих... Это значит заранее нужно это всё делать вот с этой идеей в голове. То есть держим в уме, что тебе нужно всё-таки вот этот запас оставлять, как ни крути. Предшественников в плане... Хе-хе, что происходит? ...и анимации, взаимодействий и прочего-прочего. Вас очень легко может взорвать неосторожно подстреленная машина. Солдаты со шлемами требуют два выстрела в рот. Убитый противник может оказаться раненым и убить вас, когда вы этого не ожидаете. В игре очень много обрывов, с которых вы можете упасть или вас туда может столкнуть напарник, а сам напарник может умереть от шальной пули и всё перезапустить. Испытание реально для тех, кто испытывает пуль. Многие советуют подготавливаться к этому режиму физически и морально. Убрать от себя все отвлекающие факторы, задёрнуть шторы, устроить себе неделю выходных, пройти игру обычным способом, чтобы найти золотые секретные пушки, дающие бонусный урон. И главное, не забывать глубоко дышать. Только так у вас есть шанс пройти этот режим и получить в награду ачивку. Одну жалкую ачивку. Да, ну не, ну это, конечно, чушь. Только рожая, женщина может... Изначально, вот прям знаешь, что тебе за это в итоге дадут только с***ную ачивочку. Понять боль игрока, прошедшего хардкорное мгновение в Нью-Йорке. Казуалы не знают, что такое умереть внутри и в ступоре писать на форум просьбы не играть в этот режим. Ну да, ты ощущаешь себя классным, но ты уже ощущал себя классным. У тебя все платины в обычном режиме, тебе дали скины за это, а здесь ты просто прострадал ради ачивки. Нужна хоть какая-то значимая награда. Дурочок в итоге тебя сделал, ты игрушечкой. Дурочком выставила. Но все, как вы знаете, познается в сравнении. Режим мгновения Нью-Йорка предлагал челлендж для самых скилованных игроков. Он был невыносимым утомительным и разочаровывающим, но все же по-своему честным. Высочайшая сложность Вольфенштайн 2 Нью Колоссус буквально издевалась над игроком, даже больше обычного. Сверхвысокие сложности в таких... В кадных шутерах это не новость, и все понимают, для кого они созданы. Для людей с душой босса вертолета и огнем вместо мочи. Вот, целевая аудитория. Уровни сложности настолько жесткие, что в Думе 2016-го даже переспрашивали. Вы точно хотите это запустить? Но даже абсолютный кошмар с единственной жизнью за все прохождение не сравнится с Мэн Либбин Вольфенштайн 2. Этот уровень сложности не просто кидает вам вызов, не просто увеличивает количество жизней у врагов и забирая жизни у вас, он читерит. Вы когда-нибудь задумывались, что чувствует компьютерный болванчик, когда вы врубаете год мод и бесконечные патроны? Если будете проходить Мэн Либбин, вы узнаете, каково это. В этом режиме у противников почти идеальная меткость. Они могут заметить вас за несколько километров, и двух патронов им будет достаточно, чтобы отправить вас с самого начала смотреть 12 минут непропускаемых заставок, потому что никаких сохранений в игре не предусмотрено. Бога здесь нет, молиться некому, придется только страдать, умирая сотни раз по самым глупым причинам. Я даже не уверен, что этот режим можно пройти честно. Даже если вы будете пытаться так делать, то после миссии в зале суда вы захотите быть самым грязным богоюзером в мире. Вы будете чизить, как не в себя, научитесь проваливаться сквозь стены и просто пробегать сложные сегменты, не обращая внимания на врагов. Но даже так, вам придется потратить не один десяток часов, чтобы зазубрить появление противников, и наконец-то понять, как тут стелсить без поднятия тревоги. Есть подозрение, что разработчики, по всей видимости, создали мейнлибинг как шутку. Они не особо верили, что кто-то сможет пройти игру... Не-не-не-не, всегда найдутся. Найдется как минимум всегда один, а на самом деле найдутся многие. ...на этом уровне сложности. Конечно же, хардкорщики доказали обратное. Они выполнили невыполнимый челлендж, прошли игру на невыносимо высокой сложности и в награду получили ачивку, которая на PlayStation является бронзовой. Бронзовыми являются... Типа, не самая крутая? ...те ачивки, которые легче всего получить. У меня бы... Это, конечно, некрасиво получилось. ...пердак от такого взорвался. Даже не будь у меня на это сил после прохождения. После такого я бы держался от этих игр, дерьмных, как можно дальше. Хорошо, что я теперь знаю, что меня ждет. Главное, не просите меня проходить мейнлибинг на стримах. Я ж соглашусь. Согласитесь, согласитесь. Ребята, вот такой вот видос. Насыщенный, на самом деле, отбулжать. И просто полный боли. А этот видос полный боли. Спасибо, что составили компанию. Ссылочка на оригинал, естественно, внизу. Пальчики не забудь проставить. Огромное спасибо всем, кто поставляет. Не забывайте, ребята. Очень поддерживайте канал в целом. Этот ролик, в частности, естественно. Это так работает. Комментарии тоже пишите. Чем больше, тем лучше. Наваливайте в середине, в начале, в конце. И, естественно, подписочки организуйте, подписывайтесь. Ссылочка на телеграмм внизу. Телеграмм существует. Так что я тебя конкретно буду рад тебя там видеть. Есть еще игрушечный каналчик. Ссылочку на него тоже внизу оставляю. Все. Увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь. Муа! Ба!